всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витаргат 177 опять как всегда так на обзоре карта эстония обзор по просьбе автора первая моя работа но ты записали уже первая моя работа критикой замечательным критика и замечания приветствуются название карты никого не говорит нам что это действительно эстония это скорее собирательный образ ну вполне возможно а в силу того что моя первая карта к собирательному образу добавим море фантазии размер карты 16 на 16 это пол км на пол км и трудно проходимые места отсутствуют все сбалансировано и грязи на карте в меру для лучшего сообщения берегов нужно построить мост но начинается карте один гараж закрыта до заправка или спал одна точка погрузки 3 пилорамы 4 точки разведки для машины 3 слота 2 машины плюс 3 слота я вижу две машины а слота я вижу один ну ладно три слота и ладно из них два а вот из них два заняты г-66 ремкой гаражной телегой и урал 43 20 а урал 43 20 на раз гаражом ну давайте знаете как я сделаю я вот сюда поставлю квадрик вот сюда поставлю своего урала вот и принципе вот в таком исполнении по моему на сюжет это особо не повлияет а а вона начало на шишиге одно очко гаража получается да на урале что-то не болта нет так ну ладно давайте посмотрим на миниатюрку до карта небольшого размера ровным счетом два раза меньше как как бы чем это да вот давайте я наверно квадроки по зажигаю посмотрим откроем точки разведки посмотрим где там чего надо строить когда и насколько скоро я не знаю должно ли было быть в нем топлива ну что он задамажен на 5100 это факт из 6000 вот ну ладно у меня запас как бы есть вон надо было на место урала квадрик ставить вот тогда была бы тема я просто побоял ну ладно фиг с ним как бы мне этих даже очков хватит вполне для того чтобы поперемещаться по этой карте есть мы будем тряхтеть пыхтеть и звездеть и так далее ладно первая точка разведки ближайшие у нас здесь вот налево наверное значит здесь нам надо повернуть налево чисто теоретически но поначалу что я могу сказать что сделано по крайней мере все очень даже в принципе неплохо если грязь есть я ее вижу да да она действительно не глубокая эта грязь машина данном случае квадрик проходит везде здесь очень даже уверен стопа где точка разведки в лесу что ли а как туда пробираться нет но я на квадрике конечно проеду как бы может быть даже без каких-либо проблем да а вот насчет грузовика даже не знаю вот она . разведки прям гуще леса ребят гуще леса это . разведки надо чтобы выкозелевать степень пролезли так все вылезли слава богу так давайте посмотрим что нам дала эта точка разведки здесь у нас модель 255 на пилораме что он там делает надо съездить посмотреть поэтому разворачиваемся разворачиваемся и ешки матрешки ух ты какая здесь дорожка интересная ребят на самом деле очень интересная ай урона мне мало очень красивая карта прям вообще великолепно я даже сказал бы ребят великолепно сделано так здесь у нас стоит 255 с автономкой 255 с автономкой давайте пересядем него но 115 литров и 108 урона так ну понятно нафига он правда здесь нужен я не знаю но здесь неподалеку относительно . погрузки ну ой даже не знаю что и сказать но единственное если с точки погрузки еще захватить четыре коротких бревна загрузить прямо на месте здесь крас вот то принципе очень даже может быть что так ну ладно давайте наверное наши шишиги мы все-таки доедем куда-нибудь или даже вот так вот я сделал у меня урал тоже отремонтирован поехали сразу поехали сразу на 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 сцепленных машинах до гаража в принципе недалеко я думаю что мы домчим достаточно быстро газую шишигу еще на всякий случай а то здесь подъем присутствует небольшой заправочка если он кому че надо но мне пока не надо если честно откровенно не ну одно очко гаража это как бы вообще ни о чем на самом деле этого очень мало очень мало а здесь у нас все тупик или проезд есть не тупик о как все запущено а как же а вот на дорогу смотрю вот она дорога на лесоповал но это тогда опять не надо в квадрик опять квадрик да ё-моё да шо ж такое сцепление не дожимаю где-то тут должна дорога пойти наверх с левой стороны а где переехал я вот она она а точно верно здесь есть дорога дорога где-то очень а чай завис ой а вот она на господи как же она замаскирована то а обалдеть да найти ее кстати очень трудно эту дорогу я квадрик зараза легкий не лавни валит эти елочки ну ладно мы сейчас когда объедем опять не писал сюда они вроде но можно сказать что вписался прикольно дорожка здесь сделано не думал что настолько будет хорошая дорожка о понтих у нас здесь брод пролетели пролетели через брод буквально так с правой стороны вот она точка погрузки а вот она . разведки ну давайте наверно точку разведки сразу поставлю метку вот он ставит козел для погрузки бревен возле вокруг по ней принципе нормально а вот она наша точка разведки благо это . разведки не шибко глубоко в лесу так смотрим что мы здесь с вами получается открыли ну гараж мы еще не открыли всего-навсего пока что найдено одно очко гаража вот поэтому а здесь у нас . погрузки а здесь у нас лесоповал автоматически погрузки бревен понятно но будем придерживаться дорог я так думаю сокращать здесь я ничего нигде не вижу смысла мне просто интересно а где здесь мост надо строить а здесь что дорога какая-то смотрите дорога куда-то чего-то я пока что не знаю куда чего а вот эта дорога наверно нас приведет на лесоповал я так предполагаю боли место 4 6 воткнул да то что что он коптит то это не совсем приятно ничего не видно так а вот а вот . . . разведки очередная не хорошая карта ребят невзирая на то то что это вроде бы казалось бы первая работа до да ну все равно сделано очень хорошо и приятно тележка фургон ребят еще два очка того три более но это все равно мало я еще хочу ну давайте спустимся вот так попробуем через лес напрямки что называется на курсовике конечно возможно здесь будет не так комфортно ехать на квадрике я могу сократить позволить так скажем себе это а позволил еще и урон получил ещики на тревушки вот мы выехали а японка цепляется квадрику прицепа или нет надо проверить я забыл просто дайте попробуем не не цепляется жалко и если могу вот так его на буксире еху смотрите как мы при этом можем ой ой нет не можем нет не можем ладно поехали тогда так а здесь принципе вообще практически скул сухо но грязь имеется да ну и большая очень кстати все очень так знаете сделано как по мне реалистично вот мацер по идее должны были выехать теоретически вот но мы почему-то и выехали хрест знает откуда а вот где-то здесь наверное надо будет строить мост понятно интересно насколько там глубоко в принципе ребят в принципе вот здесь вот можно проехать вот здесь вот реально вам говорю я на квадрике стопудово проеду это вот век воли не видать давайте ладно съездили я еще на пилораму открою там точку разведки да а вот а потом вернусь на квадрике проеду потому что у него просто мега вы завышена эта линия нанесению ровно водой то есть квадрик такой достаточно так скажем и читерский так а здесь у нас с вами получается а вот еще два очка гаража вот тогда вот все понятно вот хама 65 20 ну кстати да вот мне кажется на этой карте для неполных приводных машин будет очень даже неплохо ездится двадцать восемь литров ну двадцать восемь литров это чё краз надо гнать чтобы строить здесь а блин ну натуре да придется краз гнать чтобы строить мост чтобы камаз проехал офигеть да петрушка тут еще там запаски у камаза нет ну блин я фиг его знает тяжелое тяжело будет мне кажется так мы давайте доедем до точки разведки тогда задаем назад и поехали по лесам я так предполагаю точка разведки в лесу а не здесь какая-то дорога имеется смотрите не не то чтобы она в лесу ну да здесь какая-то такая знаете дорога обманчивая то есть но я даже практически не видно эту дорогу по факту то так ну и собственно говоря вот со строительства моста я хотел вам показать ну я не знаю конечно может кстати можно попробовать сделать это вот прям сразу на камазе 6520 правда топлива здесь у меня с гулькину эту как в этом я плюс ко всему в аркаде да то есть в аркаде в принципе топлива тратится несколько меньше несколько чем в этом симуляторе поэтому вполне возможно что симуляторе топлива будет недостаточно нет в целом целом ребят ну можно конечно же можно попробовать но гарантировать что действительно оно получится это я как бы не стану давайте вот я отдалю камеру самое мелкое место это вот здесь вот так не знаю вряд ли камаз вряд ли все двигатель заглох все мы приехали вот но как говорится лучше попробовать чем не пробовать да вот ну здесь я еще раз повторюсь можно подогнать кразы и как бы уже с этой стороны выкинуть машину вот ну давайте я вот сюда сейчас меточку поставлю сейчас куда выйдем мы с вами квадрик конечно зверюга еще тут так вот эту елку мы с вами не завалим поэтому даже нефига на нее пытаться лезть объект от ориентира куда-то уехал далеко а я урод курот ай 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 все таки я поцеловался с деревом Так, ну КАМАЗ у нас ушел, да, КАМАЗ ушел под воду. Во, их тяндер-то, блин. Набрал воздуха и нырнул. Ой, блин, вообще. Интересно, вытянет, нет? О, дотянулся. Так, главное не газовать, один хрен, куда не поедет. Давай, вытягиваем, вытягиваем КАМАЗ. Жалко без прицепа, блин, надо было за прицепом сначала, конечно, съездить. Квадрик просто мега, ребят, просто мега. Обалдеть. Вот и все, в принципе, КАМАЗ мы переправили. Ну, давайте, если так, серьезно, да, серьезно. Квадрик это все, конечно, прекрасно, замечательно. Если по-серьезному. Ну, топлива крайне мало. Я, честно говоря, даже не знаю, хватит ли этого топлива для того, чтобы... Ну, а так, по-хорошему, это получается КРАС гнать вот сюда. Вот сюда гнать КРАС. Строить мост. Иначе никак. Просто никак. Строим мост, перегоняем КАМАЗы. Ну, как-то так. Ну, а если в мультике, то понятно, как бы. Если в четвером, то вообще проблем нет. На шишиге прыгнули, гараж открыли. Если же вы играете вдвоем, то, ну, хотя бы можно по тележке вот этой подогнать сюда тоже без каких-либо проблем. Если же в одиночке, либо вам вот такие читерские машинки нужны, а-ля Квадрик Скорпион, да? Либо... Ну, или что-то аналогичное. Как-то вот так вот. Ну, в целом, в целом, что я могу сказать автору. Кстати, автор у нас является БО-01ЕАНГ. Ну, не знаю, почему так оно. Так, какой-нибудь какой-то интересный. Вот. Это сайт СТМОС. Вот инфо. Ну, в целом, карта, конечно, офигенная. Очень красивая карта, замечательная. Мне очень она понравилась. Автору огромное спасибо. А вам, ребят, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Витарган 177. Карту эту вы сможете скачать, увидев ссылочку под видео. На сайте СТМОС в моей группе. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok